Итак, дорогие мои, сегодня у нас будет мастер-класс, как обычно, несложный для новичков. Я решила, очень много всегда вопросов, когда я начинаю делать прянички, зачем вы пользуетесь карандашом. Карандаш у кого-то стоит прям таким особым особнячком, да, то есть не любят, когда рисую по пряникам карандашом простым, хотя я в этом не вижу ничего криминального, и это лучше, чем рисовать фломастером, даже пищевым. Соответственно, я решила сделать сегодня пряники с цветами, но без использования карандаша, как можно сделать шаблон без вообще проектора, без всяких трафаретов и прочего. Я выпекаю пряники, вот эта лицевая сторона, я взяла шаблон. Шаблон для мастики, это выемка для мастики, такую цветочку. Ну, как бы для нашей темы сейчас как раз актуально. И перед тем, как выпечь пряник, я на тесто поставила вот эту вот насечку, чтобы у нас остался выемка цветочка на прянике, и нам уже не нужно пользоваться ни карандашом, ни какими другими красящими веществами, чтобы обозначить этот цветок. Для этого не нужно ни проектор, ни волшебное стекло, о котором мы говорили, ни программы какие-то, в общем, ничего не нужно. Просто вот такая выемка. У меня есть жидкая глазурь, это наша заливочная вместе с белком, то есть здесь сахарная пудра, белок и софт айс. Софт айс – это сухая глюкоза. И в корнетах, которые мы делаем самостоятельно, в белом – базовая глазурь, в которой мы будем делать контур, в розовой тоже по консистенции базовая, но в составе тоже из глюкозы, чтобы она была слегка мягкой. И базовая, но цветная, желтая и зеленая – это для наших тычинок и лепесточков. Как я уже сказала, пряник сегодня будет несложный, но у нас будет такой красивый весенний набор. Я сегодня рисую с лицевой стороны. Обычно на меня это не похоже, я люблю рисовать с обратной, потому что она ровная. Если у вас такая же история, я, кстати, тоже экспериментировала и делала так же, я выпекла пряник, и пока он мягкий, я поставила насечку на мягком прянике, насечку, которой я пользовалась сейчас. Насечка оставляет след, немножко пряник загибается, внутрь заминается, но, в принципе, работать можно. То есть вы можете не ограничиваться лицевой стороной, можно на изнаночной работать, просто надо к этому приспособиться, привыкнуть. У меня есть контурный айсинг, я уже отрезала носик, и отступая от края пряничка небольшое расстояние, где-то там несколько миллиметров, чтобы сделать красивый бордюр, я кладу линию. Я хочу, чтобы у меня цветок напоминал сакуру. Цветочек мы полностью обводим, и если у нас это контур, контур должен примыкать к цветку, иначе у нас в каком-то месте может просто вылиться заливка. Жидким айсингом заполняем пространство внутри. Все, залили и отправляем сушиться. У меня, как обычно, параель в кустах. Я с утра пришла, залила уже наши прянички, немножко их подсушила. Здесь я не долила, точнее, не докрасила до конца. Сейчас я оформлю все листочки. Оп! Вы видели, что я подготовила еще из самой формы маленькие цветочки. Это чисто для того, чтобы разнообразить набор, который мы делаем. То есть, если вы делаете набор в коробочку, то вы можете вполне обычные сердечки разбавить набор красивыми цветами, которые будут абсолютно одинаковые с теми цветочками, которые будут нарисованы на сердечках. Но чтобы они в комплекте смотрелись, не было пустых мест, когда хочется сделать эффект того, что много всего лежит в наборе. Важно, что сейчас делать. Важно каждый листочек, лепесточек, который мы сделаем, сделать его отдельно, чтобы в серединке тоже была вот эта вот ложбинка между лепестками. И каждый листик, он был выпуклый и самостоятельный. Я хочу просто на сердечке нарисовать вот эти вот листики. Я их рисую вот так же, как они у нас нарисованы на месте цветка. Обвели и сразу залили. Залили тоже пухленько, чтобы они у нас прям вот выделялись, чтобы было ощущение, что они лежат сверху. У нас такой сейчас идет процесс подготовки, потому что это не конечный вариант. Естественно, у нас будут тычинки, у нас будут все вот эти вот нюансы в цветках, и это будет красиво смотреться. Я не хочу дорисовывать, делать пряники, которые требуют дорисовки красками. Тут то же самое. Я вот выделяю листочек. Видно, что у меня айсинг, он такой тягучий, густой, но он хорошо расходится. Расходится он благодаря как раз глюкозе. И также один листик, лепесток, который идет напротив, чтобы они не соприкасались. Красиво будет смотреться, если в такой пряник вы добавите надпись. Ну, допустим, с 8 марта, да? То есть это будет идти в комплекте. На одном пряничке, допустим, идут вот эти вот лепестки разбросанные, а на другом уже надпись 8 марта. Я сейчас тут с этой стороны тоже сделаю лепесток. Но по поводу надписи, имейте в виду, здесь есть место, и эта надпись будет тут хорошо смотреться. Повторяем все то же самое. Вот как есть в цветочке. Листики вот с таким углублением внутри. Так и вы делаете. Если мы в одном пряничке сделали два, вы можете в другом сделать три. Ну, то есть, чтобы они отличались чем-то. Так как у нас уже сложный рисунок, да, хотя он, в принципе, не такой сложный, как кажется, но он у нас очень занимает много места, эффектный. И когда мы его доделаем, он будет яркий. Делать бордюр кружевной здесь нет смысла. Ну, то есть, и цветы, и бордюр, и сложный рисунок внутри. Это слишком будет, ну, нагромождено. Да? То есть, если у нас такой лаконичный, красивый рисунок, крупный, у нас лаконичный пряник получается, вот эти вот кружавчики оставим для других пряничков. И я сейчас залью наш цветочек здесь. Я разделю сразу на лепестки и заливаем. Заливаем аналогичным способом. Они у нас тоже могут слиться внутри, и мы стараемся их залить через один. Вот, смотрите. Все это делается быстро. Заливаем всегда очень объемно. У многих, кто сейчас присылает мне свои работы на корректировку, на оценку, я вижу, что боятся люди работать с айсингом, боятся, что он либо перельется. Вот ощущение такое, что боятся залить побольше. А когда вы заливаете мало, айсинг ложится неровно, не объемно, не гладко, и сам пряник получается такой, ну, не очень опрятный. Заливаем последний лепесточек. Естественно, я даю тот вариант, при котором вы можете оставить в таком виде, в котором мы сегодня сделаем, пряничек, и больше его не доделывать, не переделывать. И у нас есть зеленый цвет. Очень-очень аккуратно я добавляю сюда. Нарисовали и поставили желтые. Пестики-тычинки. Пестик он большой, посередине тычинки они маленькие. Вот сейчас, я не знаю, как они называются, но они должны быть дополнены, потому что в таком виде у вас цветочек сразу выглядит законченным. И делаем все то же самое здесь. Все. Ну, по факту, из серии дешевый сердито, вот это уже готово. Осталось сделать надпись, и все. И у вас уже, грубо говоря, уже подарочный набор сформирован. Мы сейчас докрасим наши маленькие цветы. И белый цвет, белый контур, который у нас на маленьких цветочках, он сейчас тоже видно, да, не бросается в глаза, не сильно выделяется. Почему? Потому что у нас розовый, довольно светлый. Если вы делаете очень контрастные цветы, допустим, у вас маки, да, красные, яркие, а вы делаете белый контур, тогда, да, тогда белый контур будет очень сильно выбиваться из общего фона и будет бросаться в глаза, особенно если вы его делаете неровно. Но если у вас вот такая вот бледно-розовая глазурь, то белый цвет, белый контур здесь смотрится нормально, он даже не заметен. А еще контур исправляет, я могу так сказать, да, если вы, допустим, делаете не сильно ровно, когда у вас объемная глазурь. Глазури много, она ложится на контур сверху и прикрывает какие-то неровности. носиком корнета разглаживаем все, убираем все пустоты, их не должно быть вообще. и теперь делаем сейчас то же самое, что делали на цветочках, на сердечках. Аккуратно. Можно, конечно, подождать, когда подсохнет розовый цвет, но если вы кладете сверху и кладете точечно, аккуратно, не размазываете, то у вас все отлично получится, и они будут вместе высыхать и розовый, и зеленый. В целом, тут ошибиться очень сложно, потому что работа довольно простая. Вот, смотрите, сделала два, можно было сделать три и побольше, и уже вот так вот получается симпатично.